Намаскарам, Садгуру, участились звонки на горячую линию для курильщиков от тех, кто пытается бросить эту привычку. Несмотря на их намерения, физически очень трудно бросить из-за пристрастия к никотину. Садгуру, что вы порекомендуете людям, которые сейчас борются с этой привычкой? Это говорю не я. Хотя медицинские эксперты говорят, что курильщики умирают от вируса быстрее. Это должно послужить лекарством. Я не пытаюсь напугать вас. Я не из тех, кто будет говорить о морали и советовать вам бросить курить. Я даже не рассматриваю это с моральной точки зрения, как это делают некоторые. Просто делать то, что вредит вашему организму, неразумно. Если вы, допустим, получаете от этого удовольствие и поэтому курите, ничего, решать вам. Но самая большая проблема для меня — это то, что у вас появляется навязчивая тяга к самым разным вещам. Как по мне, это большая проблема. То, что вы курите, для меня в этом нет большой проблемы. Но если вы делаете что-то компульсивно, из-за тяги, в этом большая проблема. Потому что таким образом вы отказываетесь от эволюционных преимуществ, которые есть у человека. Мы можем делать всё осознанно. Но вы выбираете поступать компульсивно. Возможно, вы воспринимаете это как причуду или как удовольствие, маленькую радость в жизни. Вы любите табак. Вы любите курить. Я не стану вас останавливать. Всё, что я хочу сказать. Не отбрасывайте эволюционные преимущества. Потому что Мать Природа работала миллионы лет для того, чтобы вы стали настолько сознательными, осознанными, разумными, чтобы наделить вас мозгом такого размера. В наши дни люди работают над созданием автомобиля, который бы не выпускал дым. А вы продолжаете дымить. Что это такое? Если иногда вам нравится покурить, вы наслаждаетесь этим. Решать вам. Я не буду настолько вмешиваться в вашу личную жизнь. В этом, конечно, нет никакого смысла. Но не обязательно, чтобы всё имело смысл. Ничего. Но вы компульсивны. А это большое нет. Потому что тогда эти миллионы лет эволюции будут просто потрачены впустую, превратятся в дым. Буквально. Но нужно ли мне бросить курить? А что там бросать? Если бы дым шёл у вас из ушей, вам бы понадобилось лечение. Потому что что-то горит внутри. Но вы вдыхаете и выдыхаете дым. Для этого нет лечения. Просто примите решение. Вы можете только принять решение. Потому что вы видели такую рекламу, Мальборо. Вы думали, что вы настоящий мужчина, только если курите. Нет. Это не дискриминация по половому признаку. Женщины тоже могут курить. Почему вы думаете, что только мужчины могут курить? Нет. Вы тоже можете быть глупыми. Быть глупым — это не исключительное право мужчин. У всех есть такое право. Но единственная проблема в том, что глупость разными путями причиняет вред множеству жизней. Но самая основная форма глупости в том, что вы выбираете причинять вред этой жизни. Несмотря на то, что есть физическая боль и многое другое, вы по-прежнему выбираете вредить вот этому. Это происходит не по вашему выбору. Возможно, вы сделали выбор в самом начале, но дальше это сплошная компульсия. «Я хочу бросить, я хочу бросить». Не делайте всего этого. Если вы попытаетесь бросить через силу, вы начнете делать другие глупости. Как-то раз, когда Шанкаран Пилай собирался ехать домой с работы, его коллега, молодая девушка, спросила его, «Ты не мог бы подвезти меня до дома?» Он по-джетельменски ответил «Да», открыл ей дверцу и все такое. Они поехали. Когда машина оказалась на пустом участке дороги, он остановился и внезапно превратился в осьминога, то есть приобрел восемь конечностей и набросился на нее. Она оттолкнула его и сказала, «Негодяй, я села в твою машину, думая, что ты порядочный мужчина, а ты что делаешь? Мне очень жаль. Я просто курить бросаю». Так что не делайте это через силу. Если вы понимаете, если вы начинаете понимать, что если автобус сильно дымит, это плохо, если дымит машина, это плохо, но автомобилестроение, его эволюция по-прежнему на таком уровне, что машины будут дымить. Не все из них работают на электричестве. Дым в автомобилестроении все еще является нормальным явлением. Мы работаем над созданием бездымных машин, но дым по-прежнему в порядке вещей, потому что в автомобилестроении мы все еще не достигли уровня, чтобы машины работали без выхлопных газов. Но вот это в своем развитии давно стало бездымным. Оно выбрасывает углекислый газ. Такова его природа. Но теперь вы хотите вдыхать угарный газ или что бы там ни было. вы просто должны понять, что это глупо. Если вы однажды поймете, что это глупо, вам не придется бросать, это уйдет само. Сейчас вы думаете, что... Особенно, когда вам 14-15 лет, когда вы курите, вы думаете, что делаете что-то действительно замечательное. Сколько бы лет вам ни было, если вы поймете, что делаете глупость, вам не придется бросать. Оно отвалится само, потому что я знаю, что вам не нравится быть глупыми. Субтитры создавал DimaTorzok